О найденных болезнетворных бактериях в водопроводе жители дома Паладига Стрис узнали из новостей. И до сих пор в недоумении, как такое могло случиться в их сравнительно не старом доме. Наличие во взятых из водопровода пробах легионеллы лишь накануне подтвердили лабораторные анализы. Причиной пристального интереса эпидемиологов к дому стала болезнь одной из его жительниц. Женщина 78 лет попала к медикам с признаками воспаления легких в середине февраля. Впоследствии был установлен диагноз легионеллез. С тем же диагнозом в январе не удалось спасти женщину дома по Тускулену-5. Это в том же районе. Третий смертельный случай в Лаздины подтвердился в этот понедельник. Пробы воды еще и следуют. Но самоуправление решило их не ждать. И объявить чрезвычайную ситуацию в столице уже сегодня. Экстремальный случай оценивается по установленным критериям. Если опасности подвержены более 500 жителей. Если в дальнейшем заражение может распространяться и ликвидация возможных очагов займет более 24 часов. Комиссия решила объявить экстремальную ситуацию. Главным подозреваемым в распространении убийственных бактерий стал поставщик тепла. Один и тот же в двух из трех очагов заражения. Мнение эпидемиологов. Тепловики из экономии снизили температуру в системе обогрева и горячего водоснабжения. Что и способствовало развитию болезнетворной легионеллы. Обслуживающее предприятие своей вины не признает. Никогда температура не снижается. Мы можем подтвердить по счетчику. На тепловых узлах внутри системы 55 градусов. Но мы не можем гарантировать, что и во всех квартирах те же показатели. У людей радиаторы дополнительные, кабины душевые. Сейчас в связи с общественным психозом еще повысили температуру до плюс 59 градусов. Лучшее средство от бактерий – дезинфекция, химическая или термальная. На Тускулену время термошока уже назначено. Жители просят в это время не открывать краны с горячей водой, предупредить об этом детей. Довольно боязно. Мне приходилось иметь дело с работами по профилактике этой болезни. Знаю, чего бояться. А что с того, что боимся? Никакой информации у нас нет. Только и знаем то, что прочитали в интернете. Можно ли пользоваться водой или нельзя? Ни слова. Поскольку вероятность заражения легионеллой существует не только в трех домах, чьи жители попали в поле зрения врачей, столичная администрация намерена заставить коммунальщиков подвергнуть тепловому шоку и другие многоэтажки. По данным медиков, легионелла при нагревании свыше 50 градусов перестает размножаться, а при 65 гибнет. Жителям лишь советуют поменьше контактировать с водными парами. Говорят, в них бациллы живут охотнее всего. И с признаками пневмонии, не откладывая, обращаться за помощью врачей. Наталья Гавришова, Витяне Стругинис, Первый Балтийский канал.